Мы можем увидеть, что рекорды всюду, кроме кукурузы и подсолнечника. Кукурузы на 9 ноября были сократны до и меньше, чем по итогам прошлого года. Подсолнечник, да, тоже был бы рекорд, если бы не поздно посеяли, если бы не проблема с погодой, с уборкой. В итоге получается 45, как я понимаю, после еще будет одно выступление, в том числе с прогнозами, это не моя здесь стезя. Но насколько я понимаю, то, что я здесь пишу, это очень консервативный такой прогноз. Значит, если у нас то, что происходит сейчас, большие проблемы с уборкой, это проблемы с качеством, вопрос куда все это можно будет использовать, даже то, что мы соберем, и часть площадей уберут весной, да, не с поснега, а весной. Я там ставлю вопрос, на слове уберут, после слова уберут. Почему? Потому что, коллеги, нет уверенности, что все это будет повсеместно сделано из-за низкой цены. Здесь представлены у нас, здесь пришла на оценочный ритамизм разных масличных по, и, если внимание, экономическим районам, да, то есть не по федеральным округам, а именно экономический район, это градация принята еще в советское время, до сих пор формально действует. И в этой логике Северный Кавказ, это вот мы сейчас с вами находимся югу, Северный Кавказ, это не только Ставра, Валико-Черкесия, Республики Кавказа, это в том числе Краснодарский край. Да, и здесь мы видим, что посоль, в принципе, не такая высокая ритабельность, как у всеместра, ниже только в центре, это вообще не у своего регион. Ну, а по-солнечник он молодец, он приносит вам здесь южно-российским аграрием хорошую ритабельность, больше, ну, только там формально, да, пусть, погрешность в методике, но больше только в ЦЧР, но тоже, в принципе, сравнят 94%. Это тоже по данному Кинетек, который опрашивает аграриев, они делятся своими данными по ритабельности. По-прежнему в этом году, в этом сезоне, посольщик входит в топ самых коммерчески привлекательных культур, несмотря на просто запретительную экспортную регуляторику, масло-жировое лобби добилось запретительных на вывоз масличных лишних аграриев экспортной альтернативы. Рынок масло-жировых продуктов – это типичная оригополия. Пожалуй, по степени экономической концентрации с масло-жировым рынком можно строить только сахарный. У нас с вами на агрохолдинге, да, так скажем, на крупных, я больше не люблю говорить, крупных аграрных операторов приходится, по данным Центра агроаналитики Метельхоз России, 61% всей выручки. И вот я нашел последний по 2019 году, где, например, отдельно заявленные огненно-слоночные продукты, поглощенные группой «РусАгро», теперь вы можете розовую долю «РусАгро» и желтую долю солнечных продуктов сплюсовать. Да, агробот так и понять, что эта концентрация еще больше выросла. Например, еще один оригополий ушел. Ну и поэтому, конечно, еще раз повторюсь, это типичная оригополия, что не очень хорошо для сельхозпроизводителей, которые не обладают, да, они очень дисперстны и не обладают схожей рыночной силой, но это факт нашего рынка, славившегося не в последние годы. Несколько слов от рынка, как меня попросили 2022 года. Мы пережили не только 5 цен, когда началась СВО, и мы исходили из того, все эксперты из того, что ближайшие полгода Россия и Украина вообще ничего не подпоставлять не будут. Это оказалось не так. Просто изменилась логистика. После этого мы пережили в силу мировых тенденций, которые, как возможно, тоже позже скажу все время, если будет вам интересно, грандиозное падение цен на все зерновые и масличные. Цена сейчас не очень хорошая, в том числе на соль и масло. В июле, вот я и делал предыдущую презентацию для коллег, в июле показывал цены. Я помню, что на тот момент, в итогом июле, я посмотрел, были самые низкие цены на подсолнечник за два года, за последних рублях, а на масло минимальные за полтора года. Именно мировые цены. Но мы можем привязывать к мировой цене, поэтому мы тоже сами будем зависимы. Почему падаем? Понятно, сильный рубль, очень большие запасы. Примерно, мы, кстати, вошли на рынок, мы вошли в сезон, напомню, масличные, начинаются сезон не 1 июля, а 1 сентября, мы вошли с рекордными переходящими запасами, примерно 1,3 миллиона тонн. Очень высокое давление на рынок. Ну, вот еще раз, как бы, падение цены, это дешевеет. Пальмовое масло, соя, то есть так называемые продукты-субститута, паркетмейкера, от которых уже зависит по солнечнику. Потому что мы всегда идем в цене, даже как вот цена нашей нефти юроса идет за ценой нефти бренд, да, бренд минус, так вот, дисконт. Тоже самое, например, с посолщиком происходит. Ну и нефтяные распродажи тоже имеют значение, потому что я вначале говорил, что и то, и другое таком моде, эти товары и радиации цен между ними всегда имеют место быть. Не могут одни расти, а другие падают, во всяком случае, в среднесрочной перспективе. Крайне тяжелые условия уборки, уже упомянутые пошлины, пошлины и демперный механизм регулирования. Отдельный тренд, возможно, это интересно, в прошлом году мы только об этом и говорили, в принципе, устойчивое развитие. Про все, к сожалению, в этом году вынуждены говорить про какие-то вопросы выживания, но, тем не менее, никуда ничего не делается. Введение квот на импорт семян – это вообще большая боль. Да, надо защищать российский рынок, однако напомню, что глобальные компании работают не только на кого-то или против кого-то, у всех свои игра, но они работают на весь мир. Они тратят огромные деньги на R&D или научно-исследовательские работы на НИОКО. И разрабатывают не только семена или препараты, пестициды, они разрабатывают современные технологии, чтобы продавать их всему миру. То есть быстро повторить то же самое мы с вами в пределах одной страны не сможем. Вывод сорта семянного рынка на 12 лет не меньше. Мощности переработки в России превышают возможности сельхозпроизводства. Сейчас я напомню, они загружены на 80% и наше множество стоит переработать 29 миллионов тонн всех видов мастичных. И продолжаются новые, реконструируется существующая МЭЗа, но я смотрю сейчас в компаниях, большая часть новых проектов этих заводов сориентирована не на подсолнечник, а на СОР. Ну и плюс, если только действующие игроки расширяют мощности, то они делают ставку уже не просто на подсолнечник, а на второй, третий предел. Не просто масло, жмых и шуров. Это уже мало денег приносит. То есть они уже стараются перерабатывать, как вообще идеальная компания с точки зрения подхода к портфорию к ассортименту. Вот, что еще? Ну вот, я считаю, вероятно, что сейчас маржа низкая, но она отрастет с тем минимумом, который мы видели в целом по рынку российскому в ноябре-октябре. Почему отрастет маржа? Я объясню, что ведь по логике мы видим рекорды высокую доходность у переработчиков, хотя его это не признается. Мы видим, что мировые цены на масла сейчас скорее подрастают, чем падают. И этот тренд с каким-то лагом переводится в сырье. Ну вот и есть надежда на робкий свет в конце тоннеля. И на этом фоне сои и рапс, не столько по случаях, сколько сои и рапс, особенно соя, хороша тем, что у них есть такой мощный боковик в виде поддержки со стороны животноводства. Сои до жмых, сои до шрота, особенно шрота, хорошо используются в животноводстве и часто мне говорят с них, что продажа самой сои, если они могут продавать шроту, он получит наибольшую доходность и поддерживая общую рентабельность. Чем же российский рынок семян посылщика и продуктов переработки характеризуются? Первое, это дальнейшим расширением посевных площадей в 2022 году. Как видите из слайда, площади выросли более чем до 10 миллионов гектар. Это вообще абсолютный рекорд для России. Мы смотрим, динамика с 1990 года, чтобы было видно, как было при Советском Союзе, говоря на самом таком углубике в сельскохозяйстве, и как сейчас стало. Получается, что практически пять раз выросли площади. Это еще только площади выросли, а как урожайности выросли, это еще более ощутимо. По отношению к прошлому году, площади возросли на 3%, около 3% просто. И расширение площадей произошло главным образом с учетом Приморского, Уральского, Южного федеральных округов. При этом в центральном федеральном округе, ну вот структура площадей по округам, в центральном федеральном округе, где отмечается наибольшая урожайность, площади сократились. Это Воронежская, Тамбовская области. Поэтому, например, при аналогичной урожайности, несмотря на рост площадей, возможно, даже было бы некоторое сокращение объемов с городом. А вот здесь мы видим с 2001 года рост урожайности, какой идет. Если, конечно, по годам смотреть, где-то волатильность, если возьмем там среднегодовые показатели по десятилеткам, там будет вообще явно видно, что прогресс, то есть внедрение передовых технологий, процесс производства, он явно налицо. Как семена для посева, там развивается семеноводство, техника, технологии. Все больше компетентность российских фермеров, все это вместе дает такие результаты. Самая урожайность России составляет 247,8%. То есть, если в отношении семян подсолнечника есть такая оправданная вещь, как мы говорим о товарных семенах, это то, что вывозить из страны продукцию с более высокой добавочной стоимостью, то мы считаем, например, то, что ограничения на экспорт масла, они вообще не приемлемы. Я приведу пример Аргентины. У них президент, это было где-то 20 назад, она ограничила экспорт говядины. В Аргентине большая часть вообще производимой говядины отгружается на экспорт, что касается особенно премиальной говядины. И таким образом они думали, что они собьют цены. Сейчас мы закроем экспорт, и будет все хорошо. В итоге фермеры зарезали скот, который там поголовье до сих пор не восстановилось по некоторым породам, и переключились на выращивание сои. То есть, хотели сделать низкие цены на внутреннем рынке, пикрыли экспорт, уничтожили отрас, и получили более высокий цен через год. По мировым ценам здесь по октябрь тренд также понижательный. Мы видим, особенно просила за год пальмоядровая, пальмовое масло, кокосовое, соевое, наоборот, в мире выросло. Подсолнечное, если год в году, незначительное снижение. Что еще можно сказать по ценам? Мы ожидаем, что в 2023-2024 год цены на подсолнечное масло, жмыш, рот будут несколько ниже, чем в 2022 году, но они не вернутся к тем значениям, которые наблюдались в 2020 году. По сути дела, нам, как и на всех культурах, дано несколько типов воздействия гербицидов на сроки. Воздействие через почву, воздействие при прорастании на семидоле на первые листья и воздействие непосредственно на листовую поверхность, когда мы работаем по фолиарным гербицидам. Иногда буду говорить полуфолиарный, значит листовой. Когда буду говорить почву, значит почву на проникновение с почвенным эффектом. Вроде бы, если сейчас спросить людей, а сколько гербицидов действующих веществ вы знаете на подсолнечном в России? Ну, там, может, назовем 10. Но, в первую очередь, что это Клярфильд, это Тривенурон, ну и там, может, пяток еще 5-7 наберется каких-то там почвенных гербицидов. На самом деле, сегодня на подсолнечке зарегистрированы 28 действующих веществ только в России. В мире их гораздо больше. Но, в мире, опять, мир, это все-таки не тот объем производства подсолнечных, как в России, здесь у нас все-таки, я считаю, немножко поинтереснее, попередовее. Вот они здесь перечислены. Каждая из них в той или иной степени по скорости, по объему информации мы с вами попробуем разобрать. Все они принадлежат к разным группам. Это, в первую очередь, почвенные гербициды, да, ПРЕ – это пред-довсходовые. А фолиарные – это фолиарные пост-эксходовые гербициды. Контактные фолиарные – довсходовые гербициды, ну, диква, да, помните. А и системные фолиарные довсходовые гербициды – это глифосат, собственно говоря. Какая основная проблема борьбы с сорняками? Основная проблема – борьба с волнами. То, что мы, к сожалению, сделать не в состоянии. Почему мы ждем? Почему мы ждем, когда у нас перерастут сорняки, потом начинаем увеличить норму расхода, пытаемся что-то сделать и теряем, и урожайности теряем, и, соответственно, теряем в деньгах, потому что увеличиваем норму расхода. Есть технология, когда мы можем просто дробно наносить. Ну, здесь вот даже до схода, в принципе. Вот эту первую обработку можно немножко сюда сдвинуть, какие-нибудь контактные отработки. Например, появились сорняки, можно отработать. Здесь большая проблема, например, с глифосатом. Мы немножко избаловались и забыли, что глифосат все-таки он не сразу становится, деактивируется и становится не опасным для культуры. Буквально в текущем и в прошлом году очень много проступало жалоб, когда фермер приехал, покопал, подсолнечник там где-то гидротация уже прошла, где-то начинает подниматься, но это вот с этой части поля. А вот там подальше никто дронами не летает, не смотрит, а там подальше там уже семидоли появились. Получилось так, что глифосат у меня отработали, часть подсолнечка убрали, а вот та часть, которая не зашла, еще более-менее, но с симптомами. То есть глифосат все равно проник и он тоже начал работать. Это тоже не очень хорошо. То есть здесь есть опасность, тем более, если после применения глифосата выпал дождь, это самая, наверное, такая серьезная опасность. Поэтому глифосат здесь, наверное, противопоказан, но есть другая группа препаратов контактных, декват, глифосинат, аммония. А в Америке дополнительно еще используется карфинтразон и сульфинтразон. Карфинтразон в России есть, сульфинтразона нет, но в принципе неплохой. И в Америке еще используется паракват, который у нас почему-то путают с декватом, но пара и диета тоже два и два, но это два разных препарата. Декват это больше двудольный, паракват больше злаковые струки. Но там немножко с этим пошире. Если говорить о симптоматике, что можно увидеть в поле? Самые простые вещи, пепельная гниль, когда растения просто погибают и кажется, что погибают от жары, либо от засухи. Пепельная гниль у нее вот такой характерный симптом, это наличие микросклерозов в паренхиме стебля. Естественно, эта вещь уже не лечится. Естественно, поражаются еще и кукуруза, еще и соя. Если нет севооборота, это вообще прекрасная вещь. У вас всегда будет пепельная гниль, потом будете рассказывать всем, что гибрид у вас не засухоустойчив. И начинается длинная история картинок про то, чем милдью точно не является. Да, это вот то, что или снос, или, мамой клянусь, мы мыли опрыскиватель, или, ну, вступили чуть-чуть, да. И получаются вот такие картинки, которые к милдью, естественно, и к болезням вообще подсолнечника никакого отношения не имеют, потому что это гербицидный стресс. Таких картинок очень много. И редко когда, на самом деле, честно, агроном признается. Когда мы говорим про ржавчину, это, наверное, единственное заболевание на подсолнечнике, которое эффективно контролируется на самом деле. Вот. Но только в начале заражения. когда это уже все поле, все растения стоят в ржавчине, вы уже про... щелкали ситуацию. Вот. И, соответственно, пить боржоми поздно. Вот здесь, в центре, это начальная стадия развития ржавчины. И это... Как растение зовут? Дурнишник. Да, дурнишник. Так точно. Начинается все с него. Вот если вы видите на дурнишнике такие пятна, это означает, что через восемь дней у вас ржавчина будет на подсолнечнике. Вообще, по подсолнечнику, как правило, на самом деле, мне задают два вопроса. Данил, что можно применить с гербицидом, чтобы снять стресс? И второй вопрос. Бор. Сколько нам лить бора? Вот. Я сегодня отвечу на оба эти вопроса. Начнем с того, что что... Можно ли что-то добавлять к гербицидам? Мы, на самом деле, этим вопросом очень плотно занимались. И там, ну, уже больше пяти лет опытов различных. И с системой Клиарфилд, и с трибинуронометилом. Но момент какой. Если к Клиарфилду мы нашли подход, то есть, да, там мы просто фитогормонами не даем ему уйти вот в эту гербицидную яму. То есть мы даем дополнительно ауксиноцитокининовый комплекс. И, ну, подсолнечник, во-первых, как бы это и визуально, как правило, всегда видно, потому что на Евролатнике очень хорошо виден этот фитотокс визуальный. И потом мы это замечаем в бункере, эту разницу. Я для себя проводил аналогию, ну, просто думал, как работает этот механизм. И причем в засушливые года он работает гораздо интереснее, этот механизм. За счет чего мы с вами весной всегда что делаем? Гонимся за влагой. Сеем подсолнечник, быстрее, быстрее нам надо посеять, пока влага там не ушла с верхнего вот этого горизонта почвы. Подсолнечник на этапе вот 5-6 листьев, там 7, не знаю, когда мы выходим с гербицидной обработкой, корневая система у него еще не такая большая. И мы его тут, ну, как бы шарашим гербицидом по голове. Соответственно, получаем стресс, в этот момент у него корневая система работает плохо, не развивается, не поглощает ту влагу, которая вот еще вот в этом верхнем горизонте есть, а она начинает у нас испаряться, начинает уходить. И вот потом ему гораздо сложнее, как бы, дальше, да, там, продолжать свою вегетацию, нормально развиваться. Поэтому вот этот момент ему нельзя тут давать уйти в сильный стресс. Вот мы подошли к тому, что мы там спокойно вообще, там, БСФ часто на нас ругаются по этому поводу на семинарах. Ну, как бы, я говорю, у нас это там проверено не просто на делянках где-то, это уже в больших производственных масштабах, там, в холдингах люди применяют, это работает. Но другой момент, который меня почему-то, ну, не почему-то, а просто он меня волнует, мы не можем подобрать к трибинурону аналогичную. То есть не решается с трибинуроном это в баковой смеси, хотя по факту работа трибинурона и там имидазолиноновой группы, ну, по действию на растения, оно примерно там похоже, там, работа с аминокислотами. Усредненно. 25% влаги у нас от схода до звездочки потребляется подсолнечником, потом 50% влаги от звездочки до конца цветения и 25% конец цветения, полное созревание. Если мы посмотрим, как поглощается НПК, то, в принципе, логично поймем, что как раз-таки основное поглощение НПК у нас и происходит вот в это окно от звездочки до конца цветения. Все просто и банально. Растение питается у нас через, ну, основное питание у нас идет через почву в растворенном виде. Чем у нас больше питательных элементов в почве, тем быстрее насыщается растение, тем меньше оно тратит влаги, запасы влаги. Почему говорят, что оптимизация, там, правильное минеральное питание, листовое питание снижает поглощение влаги? Это не напрямую работает. Это работает тем образом, что растению надо меньше гнать транзита, оно быстрее набирает это сухое вещество, когда питательные элементы рядом, в прикорневой зоне. Ну, опять же, такие примерные цифры по выносу элементов питания. И, ну, представляете, да, нам надо 1600 тонн воды, чтобы вот эти все элементы питания, которые на одну тонну семян нам надо, 55 кг азота, фосфора, калий и так далее, нам надо, чтобы растение прогналось через себя 1600 тонн воды. Ну, если переводить в миллиметры, когда там для многих удобнее, 160 миллиметров это. Коротко, несколько фактов о компании LemaGren. На сегодняшний день мы занимаем четвертое место в мире среди основных игроков рынка, при этом занимаем третье место в России по семенам подсолнечника. Порядка полутора миллионов тысяч гектар посеяно под семенами компании LemaGren. И ниже буквально представлен цикл развития гибрида от начала его создания до вывода на рынок – 10-12 лет. Очень длительный период. И компания LemaGren уделяет особое внимание качеству продукции, качественным семенам и качественным продуктам. Для этого у нас существуют научно-исследовательские опытные станции, которые как раз занимаются тщательным отбором на продуктивность, на устойчивость к болезни, на устойчивость к заразихе. Кроме этого, у нас широкая сеть испытаний, и в основу которых лежит, прежде всего, принцип единственного различия, то, о чем говорил сегодня Даниил. Мы уделяем огромное внимание качеству таких опытов. Все опыты достоверны. И те результаты, которые я буду сегодня показывать буквально коротко, можно масштабировать в производственных масштабах. Потому что они достоверны. За последние пять лет мы укомплектовали существенную портфель. Можно сказать, что один из самых оптимизированных портфелей на рынке. Мы присутствуем во всех сегментах рынка. Но кроме того, у нас есть так называемые лидеры в каждом их сегментах. Ну, как вы знаете, гибрид, например, TUNKA в классике, 59-580 в технологии TMT, 4-пятерки в Clearview Plus. То есть, это важно, что у нас есть бестселлеры, и мы продолжаем наращивать такую линейку. Делаем на них ставку. Ну и, собственно, в ближайшей перспективе мы увеличиваем портфель именно гербицидоустойчивых технологичных продуктов. И уже в 2023 году доля таких гибридов в портфеле компании будет занимать более 70%. В принципе, сегодня говорили о том, что это самая рентабельная культура. Проблемы есть с давлением сорняков, сорной растительностью, с болезнями, с минеральным питанием. И все это должно быть в комплексе, чтобы как раз-таки то, о чем говорили ребята, сохранить потенциал гибрида – это основная задача. Коротко, поднимите руку, кто не знает проблему развития заразихи в России. Все знают, все слышали. Мы, в том числе, уделяем это большое внимание. Мы отслеживаем, какие расы заразихи в регионах развиваются. И порядка 35% на сегодняшний день в России подвержены заражению более агрессивными высоковерлетными расами, такими как раса F и раса G. У компании «Лимогрэн» существует специальный селекционный проект, направленный именно на борьбу с этой проблемой, на борьбу с заразихой. Проект называется «Саннео». И в рамках данного проекта мы отбираем лучшие засухоустойчивые генотипы, устойчивые к заразихе. То есть, соответственно, в этих продуктах, продуктов под этим лейблом максимальная устойчивость к этому растению-паразиту. И это технологии, технологии «Клеарфилл», «Клеарфилл Плюс». В ближайшей перспективе мы делаем ставку именно на продукты для «Клеарфилл Плюс» технологии. Как это работает? Если вы выращиваете неустойчивый или, будем говорить, пятирасовый гибрид, то у сельхозтоваропроизводителей существует задача тянуть, грубо говоря, одеяло в одну либо другую сторону, либо максимально эффективно побороться против сорной растительности в оптимальные фазы, либо работать этими же препаратами против заразихи. Но тогда нужно выбирать более позднюю стадию развития подсолнечка и высокие дозировки препарата. В случае выбора наших гибридов данный компромисс уже найден. То есть, у нас осуществляется защита против заразихи на генетическом уровне. Как это выглядит в полях, можно видеть на данном фото. Гибрид неустойчив к заразихе. Даже до момента обработки уже пошел процесс поражения корневой системы и образования гаусторий. Даже если мы обработали гербицидным препаратом, гаусторий на корневой системе отмирает. Ну, во-первых, уже нанесен вред этой корневой системе. А во-вторых, самая основная проблема – это поздняя атака заразихи. То есть, вот на данном фото вы видите пример, когда заканчивается действие гербицидного препарата. Уже эта проблема не контролируется и, соответственно, идет вторичное поражение, что влияет, конечно же, на результат. Ну, как говорится, надежнее фактов только цифры, и они на экране. Гибрид, который уже не требует представления, хорошо зарекомендовал себя на рынке. Особенно в условиях Ростовской и Волгоградской области, где эта проблема стоит особенно актуально. Большое количество испытаний, 57 точек за последние три года. Мы видим достоверно существенную разницу в сравнении с неустойчивыми к заразихе гибридами. То есть, если у вас есть риск этой проблемы, очень важно именно подбор гибрида иметь значение. Мы не стоим на месте, мы вводим на рынок новый гибрид, который очень удачно оптимизирован с точки зрения устойчивости к заразихе, устойчивости к болезням. И здесь сделана ставка на адаптивность. На сегодняшний день этот новый продукт один из самых перспективных на рынке, который мы рекомендуем практически для всех регионов выращивания данной культуры. Я не прошу вас запоминать цифры. Я хочу, чтобы главное, чтобы вы поняли сегодня, что компания Лимогрен продает не просто семена. Мы продаем готовое решение, готовый результат. И в наших продуктах вы можете обратиться к нашим региональным представителям и наши коллеги подберут для вас наиболее правильное решение. Для примера также результаты по урожайности. Это Морозовский район, Ростовская область, где идентифицированы наиболее высоковерлентные расы заразихи. В сравнении с контролем вы видите 50% потери урожайности. На контроле, соответственно, на гибриде от компании Лимогрен вы эту урожайность не теряете. Ну и здесь на данном графике также показаны цифры в разрезе различных регионов. И можем констатировать, что данная новая генетика, новый гибрид обладает отличной адаптивностью в различных регионах. Как я говорил, что мы рекомендуем практически для всех зон. В TNT сегменте у нас также пополнение. Новый продукт 50529 СХ. Уже очень хорошо зарекомендовали себя на рынке, в том числе тот гибрид, о котором сегодня Данил говорил, показывал результаты. 54,79. И один из лидеров рынка в этом сегменте 59,580. Так вот, новый продукт 50529 как раз очень хорошо пополнит эту линейку именно в условиях засухи, в условиях проблем с пространением заразихи. Потому что как раз-таки гербициды на основе трибилуронметила, то, о чем тоже сегодня говорили, не контролируют эту проблему. Очень важен здесь генетический контроль. В классике мы также оптимизируемся и будет новое решение. Уже он есть в нашем портфеле 50450, который позволит нам, ну, так скажем, это новый эталон по засухоустойчивости именно в классическом сегменте. Здесь обзорно показаны те решения, которые на сегодняшний день есть у компании именно для условий, так скажем, засухи, условий риска поражения заразихой. То есть это лучшее решение, которое есть в нашем портфеле. У нас в нашем портфеле обновление существенных гибридов, которые обладают максимальной комплектацией генов, которые отвечают за устойчивость к этой болезни. И вы можете найти эти продукты в нашем портфеле. Один из них 5479. Вообще по профилю этого гибрида, по его результатам мы можем уже с большой долей вероятности сказать, что это будет один из лидеров на рынке в своем сегменте. На графике только некоторые результаты по тому потенциалу, о котором мы сегодня говорили, этот гибрид овладает. То есть давайте ему благоприятные условия, интенсивную технологию, соответствующую защиту и вы обеспечиваете максимальную прибыль на данной культуре. В частности, TMT технологии на сегодняшний день одна из наиболее актуальных для условий ЦФО. Для примера несколько результатов, которые нам удалось получить по результатам уборки. В этом году это довольно сложно. Тем не менее, видите, что в разрезе также регионов гибрид обладает очень высоким потенциалом. Вверху звездочка это средняя урожайность по опыту. То есть везде была существенная разница. Те рекомендации, которые мы делаем, они достаточно важны. Потому что, например, на четырех пятерках мы не рекомендуем загущать. То есть этот гибрид обладает очень хорошей компенсационной способностью. Его не нужно загущать. И лучше, ну, вы видите, что разницы между 60 и 50 тысячами на гектар норме высева не было. Но была экономия на семенах. Соответственно, порядка, у меня закончилось время, порядка тысячи рублей. То есть это как раз-таки поможет, это поможет как бы сэкономить тоже на том же фунгициде для этого гибрида. То есть сэкономьте на семенах, но купите, включайте в схему, систему защиты фунгицид против ржавчины. То есть это экономически выгодно. В нашем портфеле есть классификация по устойчивости. И вы, конечно, можете найти генетически устойчивый гибрид к этой проблеме. Но, как вы видите, даже в нашем портфеле их немного. Их немного и на рынке. Поэтому в любом случае с этой проблемой нужно бороться. Здесь максимальная устойчивость у нас уже хорошо зарекомендовал 50635 и новый гибрид 50500. Эти два гибрида обладают максимальной генетической устойчивостью к ржавчине. Вы можете найти это описание в каталогах на нашем сайте. Если нет возможности материально-технической, то у нас, конечно же, решения есть. Но, повторюсь, их немного. Ну, на примере 50635, гибрид, который обладает максимально устойчивой поржавчине, вы видите, что работа фунгицидным препаратом ничего не дала. То есть здесь ему не требуется эта защита. И в данном случае даже мы немного увеличили влажность. Ну, вот можно сказать о том, что препараты компании Полидон не работают, потому что уже на втором гибриде, вы видите, прибавку по маслу. Коллеги, у меня все. Здесь список тех продуктов, которые самые популярные на рынке, самые востребованные в нашем портеле.